Уважаемые коллеги, этим заседанием завершается год председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза. Мы сразу обозначили в своей программе весьма амбициозные цели – всемирное укрепление нашего союза, гармоничное развитие экономик стран и повышение благосостояния граждан. Они имеют универсальный характер и выгодны всем участникам. Особенно это актуально в текущем году, который стал настоящим испытанием на прочность здравоохранения, экономик и политических систем всех стран мира. Пандемия, как лакмус, раскрыла суть экономических союзов и интеграционных объединений. Она на практике убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе мы сможем быть сильнее. Одновременно коронавирус также показал истинную цену невыполнения ранее достигнутых договоренностей. Позвольте кратко подвести некоторые итоги нашей работы. В этом году принят ряд актов союза по переходу к единой или общей политике в отраслях сельского хозяйства, энергетики, транспорта. Проработаны возможности применения антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты экономических интересов производителей товаров в Евразийском экономическом союзе. Продолжено согласование подходов к принципам и механизмам функционирования и государственного регулирования интегрированного валютного рынка. Расширение использования национальных валют государств-членов ЕС во взаимных расчетах. Девалютизации экономик наших стран. Формирование общей расчетной инфраструктуры и платежного пространства. Инициирован ряд мер по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. Однако участники союза периодически нарушают договоренности и вносят предложения об испорченном ввозе на территорию союза тех или иных товаров третьих стран, аналоги которых производятся у нас в союзе. Мы имеем выпадающие бюджетные доходы, фактически поддерживаем иностранного производителя и дискредитируем нашу общую работу по развитию промышленной кооперации и снижению зависимости от импорта. Продолжение следует... Продолжение следует...